Всем привет, друзья! С вами Неломок. Мы сегодня продолжим играть в игру под названием Willian Hurts The Great War. Великие, доблестные сердца и Великая война. Доблестные сердца, Великая война. Итак, поехали. На чём же мы там с вами остановились? Сейчас мы посмотрим. Франция! Анна немедленно отправилась предупредить отца. Да. Когда она добралась до города, тот поприветствовал её рёвом сирен. А, там же была газовая атака, вспомнил я. Да, там было жестяк. Да, газовая атака, точно. Здесь уже властвовал смертоносный газ. Да-да-да-да-да. Сейчас будем разбираться, что мы сможем здесь предпринять. Поехали, поехали. Анна, давай. Аннушка. Табуляция. Давайте почитаем. Чё там пишут? Ибр. Город в руинах. Белегийский город Ибр. Правильное французское название, которого солдаты-англичане так и не могли запомнить. Годы войны имел ключевое стратегическое значение. Через него проходили вражеские дороги. Важнейшие дороги. Железнодорожные и водные пути. Уже с 1914 года Ибр начал подвергаться почти непрерывному обстрелу. А в 15-м немцы произвели в его окрестностях химическую атаку. К концу войны центр города и его величественный кафедральный собор было полностью превращены в руины. Жестяк. Технологии в действии. В начале 20-го века технический прогресс значительно ускорился. А широкое применение техники в военных целях еще больше увеличило его темп. Боевые самолеты, дирижабли, танки и подводные лодки стремительно совершенствовались. Кроме того, огромный шаг вперед был сделан в сфере медицины. Особенно в хирургии, медицинской гигиене и радиологии. Так, благодаря открытиям Марии Кюри, которая лично работала с оборудованием рентгенологическое исследование, прошли тысячи раненых солдат. Опа, вот такие дела. Так, все дети плачут, все дети стонут, ну еще бы. Так, что с тобой, дядя? Нужна помощь там дальше? Ну пойдем, пойдем, пойдем. Где-то здесь, опа, девочка плачет. Мама, мама, девочка плачет. Нужно постараться ей помочь. Заходим в здание. Заходим. Сос, 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 вон она кричит. Тут мы не пройдем, а здесь двери. Что это, как это мы должны ее спасти? Судя по всему, мы можем забраться по дереву, по этим вот ступенечкам, по лестнице. Окно развивай. О, спасай, спасай ее, вытягивай ее отсюда. Что мы можем сделать? Что мы можем... О, так, вниз, раз, вправо, вверх. Опа. О, чик-чик-чик. Искусственное дыхание надо сделать ей. Массаж сердца. Прямой массаж сердца. Давай, 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 давай. О, очнулась. Она надышалась, скорее всего, этими газами вонючими. Сейчас мы ее спасем, сейчас мы тебя спасем, не переживай, матушка. Так. Улыбочка. Что, ей лучше стало? Откачали ее? Мерси. Мерси. Так. Девочка, по идее, уже не плачет. Тут мы спрыгнуть не можем. Нам стоит сейчас выйти через окно, наверное, тут спуститься. Поглядим, что здесь можно было еще заполучить с этой стороны. Тут... О, что-то нашел секретка. Какая-то бумага. Что это за бумага? Не знаю. Давайте попробуем табуляцией ее посмотреть. Ага, тут еще вот эта штуковина какая-то есть. Так, так, так. Вот это что такое? Деревянный волчок. Деревянный волчок с ниткой. Обычная игрушка начала 20 века. В годы Первой мировой игрушки постепенно становились все более военизированными. В настольных играх дети могли одерживать победы в известных битвах. Кроме того, для них выпускалось множество знатных безделушек, которые высматривали врага. После окончания войны игры и игрушки снова стали носить более мирный характер. Ага. А бумага, что это было письмо шотландского солдата. Привет, дружище. 19 апреля, 1915 года. Я сейчас в Випре, в крошечном бельгийском городке, который до войны, наверное, был очень приличным местом. Пиво здесь не самое плохое, хотя я сейчас с куда большей охотой попивал бы Эль. Сидя рядом с тобой, парень, через два дня уезжаю на фронт. Береги себя, да и передай привет моей семье, Джон МакКормак. Понял. Понял. Письмо нашли, короче, какое-то. Стоит сейчас, наверное, попытаться еще зайти наверх и в эту дверь проникнуть. Куда у нас она выведет? Вниз, скорее всего, да? Да, дверь тут внизу уже открыта. Хорошо. Мамочка уже с ребенком должны увидеться. Ага, у нее... Гляньте-ка на девочку. Обратите внимание на девочку. У нее перевязанная маска на глазах. Еще и тряпка перевязана. Все это дело. Все, мы справились. Мы спасли. Идем дальше. Кому еще нужна помощь от сестры Анны? Сохранение сработало. Тут нужно ключик, да? А ты кто такой? Смерть. Там смерть. Туда не идите. Там смерть. О, ключи. О, ключики. Туда мы не пройдем. Понятное дело. Но ключи у меня уже имеются. Да, там смерть, там смерть. Ключами. Давайте открывать костел. Опа. Зашли. Да, тот костел, про который мы с вами только что читали, который будет в итоге разрушен. После которого останутся одни руины. Ой, справлюсь. Сюда я могу войти? Я поднялся куда-то выше. Обратно могу вернуться. Я могу провалиться здесь? Так, а я могу здесь что-то открыть? О, шестеренка. Пригодится, добро. Тут пусто. Тут не пройти нам. А что если тут подстаю немножко? Ну, оно не проваливается. То есть держит. А люди в подвале как будто бы остались. Нам нужно что-то запустить, что-то сделать так, чтобы... Так, а наверх залезть? О! А зачем это я сделал? Зачем я сюда залез? Непонятно. Ладно. Идем тогда дальше. Доски. Тут мы... Ну, только путь наверх есть. Только путь наверх, поэтому туда и лезем. Ага. Вот какие-то вот... Вот, 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 вот. Механизмы. Шестерни. И здесь какой-то... О, одна... Нам нужно будет всего найти... Нет, нам не нужно будет найти ничего. Нам нужно будет как-то сделать так, чтобы шестерни с друг дружкой взаимодействовали, да? Так, стоп. Вот сюда ее подсоедини. Давай, давай, давай. О, есть такое дело. Допустим, дергают. Но ведь все равно шестерни их не касаются. А как сделать так, чтобы они касались друг дружки? Я не понимаю пока что. А-а-а. Тут есть разные виды шестеренок. Одна и здоровенная, к тому же. Тогда уже становится все понятно. Вот. Допустим, малютку ставим вот сюда. Вот эту малютку, допустим, вот сюда. О! Уже механизм поинтересней. И здесь нужна еще одна какая-то шестерня. Только где ее найти? Шестеренку вот эту. Бротф. А что с колоколом? Ну, я могу его как бы толкать. А-а-а. Вон она. Видели? Я бампнул по колоколу. И шестереночка упала. Сейчас мы ее захватываем. Берем. Берем. Давай тяни, тяни, Анна. Тяни. Есть контакт. Все. Теперь, по идее, механизм должен работать должным образом. Дергаем. О-о-о. Тревога, тревога. О-о-о. Колокол обломался. То есть оборвался. Вы это видели? Как колокол бахнул и упал вниз. То есть получается, теперь благодаря этому мы сможем проникнуть еще ниже. Идемте, идемте вниз. О-о-о. Мы спасены. Вас чуть не прибило колоколом. Чего вы радуетесь? Ладно. Мы их спасли. В итоге можем спуститься ниже. Сильвупле. Сильвупле. Так. Там у нас дым большой. Мы можем как-то трубы. Газы. Ага. Окно открыли. И газы как-то немножко улетели. Получается, этого мужичка мы спасли. Тут не пройти нам. Идем, идем. Помогаем. Идем, идем, идем. Смотрите, доски разбросаем, по идее есть тут. И сможем к нему подойти и первую помощь оказать ему. Что с ним? Что с ним? Так. У нас есть нашатырный спирт. Или что это? Наверное, нашатырка. Знаете, что такое нашатырка? Так. И что? Мотаем, мотаем, мотаем. И замотали. Ногу отремонтировал. Вылечил. Ну я же. Я же врач. Мерси Буку. Что это он мне дал? Надо почитать. Что это за палочки? А то вставать он не может, по идее, да? Палочки. Сломанная трость. От этой прогулочной трости уцелела лишь ручка. Когда-то это был очень изящный аксессуар, казавшийся в траншеях диковинным сувениром. К сожалению, сломанная трость никому уже не нужна. Фууу. Ага, вот какая-то дверь. Попробуем в нее войти. Вышли в итоге мы на улицу с другой стороны. Там где эти запахи, нам туда не нужно. Нам надо в эту сторону. Сохранение сработало, что не может не радовать. Идем дальше. Мало ли. Ой, бомбы падают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Взрывы пошли. Рычага нету опять-таки. Что это такое? Это теремок. Беседка. Нам нужно где-то найти рычаг. Тут собака. Что-то обломки какие-то. Тут ничего нету. Заходим в дом. В дом, заходим в дом. Быстро, быстро. Сос, помогите, спасите. Иду, иду, иду. Иду, иду, иду. Тумбочки. Ага. Можно это тянуть дело. Я могу это перелезть. Что у нас тут? Это мы отковырять. Нам не под силу это отковырять. Но мы можем, в принципе, этот комод тянуть. Может, в ту другую сторону можно его? Так. Опа. Взяли, допустим. Толкаем. Для чего? Ааа. Чтобы я мог туда залезть. Все. Теперь я догадался. По идее, я должен туда теперь закарабкаться. Как мне еще выше залезть? Мне нужно женщину спасти вначале. Правильно же? Тут не пройти. Так, а как мы к ней должны проникнуть? Сейчас будем искать способ. Мы пришли отсюда. Можем подняться наверх. Тут, наверное, можно открыть. Пусто. Хм. Что тут у нас? Двери нам не проломать. Но идем еще выше. Тут что? Еще один шкафчик. Кружка. Похоже на какую-то пиалу. Ночной горошок. В начале 20 века. Уборные в домах всех сословий обычно располагались во дворах. Поэтому ночью все пользовались ночными горшками. Зажиточные люди, которые могли позволить себе содержать прислугу, поручали ей и опорожнение горшков. То есть, они какали в горшочке, в горшочке. Потом это все выливали. Канализации, видимо, не было нормальной. Значит, мы поднялись оттуда. Теперь идем сюда. И что же мы в итоге имеем? Картина. Загадочная причем. А зачем я сюда пришел? Что мы тут забыли? Тут же ничего нету. Зачем? Ради горшка, что ли, всего лишь? А, еще в эту сторону можно пойти. Тут тоже ничего нету. Честно говоря, немножко в замешательстве. Зачем тогда это было все делать? Ради одного горшка. Непонятно, непонятно. Фух. Ладно, тогда единственный сейчас наш путь. Как-то, как-то можно туда попасть. Как-то можно туда залезть. Сверху я бы туда не спрыгнул. Возможно... Ну, посмотрим. Пока что эту женщину мне никак не получится спасти. Что это у нас тут? Ага, картина. За картиной что-то спрятано. То есть, возможно, и за той картиной там был тоже какой-то тайник. Это как будто бы подсказка для нас. Типа, не ломок. Ты пропустил тайничок, в котором было, скорее всего, что-то спрятанное. Очень важное. И у меня есть подозрение, что там какая-то либо веревка, либо что-нибудь такое, чтобы я мог этой женщине не сверху спуститься. Тут была картина, я точно помню. Но почему я не мог на нее никак действовать? Пробел. Я нажимаю вверх. Пробую... А, вот, надо было ее ударить. О, сниз спрыгнуть мне никак не удается. Я по ней стукнул своей нагайкой, своей этой палкой с этим... Я думал, что это какая-то нагайка. А это палка с этим... С кружочком для того, чтобы вытягивать, получается, больных с этих... Завал. Я за ногу зацепляю, допустим, его и тяну палкой. Наверное, так оно работать должно. А я думаю, что это за палка такая у нее странная? Но она же врач, ей такое дело, по идее, должно быть нужно. Так, все, больше мы не можем по ней стучать. Зато теперь мы можем с помощью этих ключей открыть эти ворота, что-то здесь забрать. Ага, сейчас будем читать. Это похоже на какие-то очки. Так. Стереоскопический фотоаппарат. Фотоаппарат, делающий два одновременных снимка на стеклянных пластинках, позволяя тем самым получить объемное изображение. Такие устройства были распространены достаточно широко из-за своих малых размеров. Фотик нашли, фотик. Что здесь еще? Что тут еще? А зачем? Зачем мне этот фотоаппарат был? Что-то я... О! Я ее сбросил. А я могу по ней ударить еще? Она упала. Ну ладно. Я зато заметил, что здесь лестничка есть. Можно в ней спуститься. А то я уже думал, куда мне дальше двигаться? Что мне дальше делать? Так, картина. За картинами обычно секреточки. Но сейчас никаких секреток я не наблюдаю за картиной. Тогда что ж? Топаем дальше по канализации. Так. Что это все значит? Пароль. Ну допустим на 2. И что? 2, 2, 2. Зеленым. Отпустил. Возможно мне нужно таким образом подобрать шифр. Допустим 2. 3. Да. 4. Неправильно. 4. 6. 8. Наконец-то. Ура. Отгадали. Поехали. Значит, что тут у нас дальше? Что это такое? Что это такое? Механизмы? Какая-то лаборатория. Ученого какого-то, судя по всему. Что-то в шкафчике мы сможем открыть? Записка. Что в записке? Какая-то формула. Химическая формула. 2С. 2H2O. Не, не. Эта формула описывает процесс, происходящий в легких солдатах после выдыхания газообразного хлора. Вступая там в реакцию с водой, он превращается в соляную кислоту, которая вызывает ужасные ожоги. Бах ты мой. Просто... Тут какое-то смертельное оружие в подвале создают просто-таки. О, я нашел рычаг. О, тут гранаты, кстати. Этот рычаг мы сможем сейчас там вставить в ту штуку, на которую мы там видели уже. Это очень хорошо мне поможет. Так, а что это за канализация? Что тут мы все с вами уже разгадали? Можем отсюда смело уходить. Наша теперь задача вставить там рычаг и повернуть его. По идее. Поехали. А где это место было? По-моему, наверху. Ой, опять бомбы. Бомбы. Опа. Снаряд упал прямо сюда к женщине. Надо ее спасти как можно быстрее. Она сейчас отдохнется. Она уже упала. Боже мой, быстрее, быстрее, быстрее. Что происходит? Почему я не пускаю? О, есть. Бежим, 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 бежим. Тут все закрыто, все забито. Каким-то образом мы должны к ней сейчас проникнуть. Внизу надо было рычаг где-то вставить, вхажись. Где-то здесь. Вот он, да, точно. Давайте рычаг, давай рычажочек, давай, что там? Бомбы. О, то, что мне пригодится сейчас. И что мы можем сейчас с этим, с помощью этой бомбы сделать? С помощью этой гранаты сделать? Разбить стену, разбить эти заваленные. И она, возможно, сможет ко мне подойти ближе. Так, пробуем. Надо сейчас стрельнуть хорошо, бросить. Как-то вот сюда. И что мы не добросили, да? О, нет, добросили. Ага, разломала, получается. Все. Теперь мы к ней подошли. Мы ее должны вылечить тоже. Давай, давай, Аннушка, давай. Лечим. Так, вниз и влево. Бамц. Еще раз. Бамц. Еще раз. Бамц. Все. Далее водички выпить. Теперь нашатырного спирта немножко. А, это рану. Мы, по-моему, промачиваем империки сью рану. Так. Я думаю, что нашатырный спирт, честно говоря. А это рану так мы обрабатываем. О, и делаем искусственное дыхание. Искусственное дыхание. Оп-оп-оп. Оп-оп. 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 Все. Сердечко бьется? Сердечко бьется. Вылечили. Ура, ура, ура. Так, мы молодцы с вами. Что такое? Что с тобой? Гувернантка рассказала ей, что отец, талантливый ученый, был похищен бароном фондорфом, одержимым идеей поставить науку на службу войны. А она отправилась искать ворота. По пути она встретила Эмилии и Фредди. О, теперь мы уже с друзьями будем с нашими. Отлично. Сама судьба свела их вместе. Отто. Они пережили ярость врага, его пули, бомбы, газовые атаки. Да, это очень хорошо. Это как раз теперь мы начинаем с того момента, когда мы с вами остановились. Отец был совсем рядом. И Анна не могла позволить себе его потерять. Да-да-да, отца его похитили, получается. Ага, он и ученый, и отец же. Точно-точно. Идем? Поехали. Так, Реймс, Франция. Стоять, не пущу. А чего? Там есть вояки плохие. Так, все, теперь уже пропустят. Так, мы за папой бежим. В кустах прячемся, чтобы нас пропустили. Собачка, отвлечи его. Отвлеки его, отвлеки его. Так, пока он играет с собакой. С другой стороны, отвлекай его. А я пошел. А я пошел, а я пошел. Что-то валяется. Опа, что-то. Почитаем? Патроны, да? Статуэтка Девы Марии в футляре. А-а-а. Футляр с статуэткой Девы Марии. Еще одно произведение искусства прямиком из траншеи. Чтобы скатить скуку, солдаты делали разные занятные вещицы из всего, что попадало им под руку. Не разобравшись, не разорвавшиеся боеприпасы, пустые гинзы и осколки снарядов превращались в более повседневные мирные предметы. Да, 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 да. Было такое. Так, собачка, отвлекай, отвлекай, отвлекай этого охранника. А что ты его не отвлекаешь? Отвлекай. О, все, он ушел. В ту сторону мы сейчас проскочим. Опа. Немецкий солдат, ему нужна помощь. Лечим его. Это как бы заложник, да? Только быстро, быстро. Тяжело немца лечить. Быстро полоска летит. Все, подлечили его, подлечили. И анестезию. Успокоительная. Обезболивающая. Что это? Ай, промазал разочек. Все. Что теперь? А, там гильза у него походу застряла. Возьми его. Понял. Да, вытянули гильзу. Да не кричит их, господи. Ты мужик или кто? Потерпи немножко. Стисни зубы. Данки. Где мой папка? Где мой папка? Он где-то там, 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 где-то там. Ты чего говоришь с немцем? Ой, стидц, стидц. Не, 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 я ничего не знаю, я ничего не знаю. Это заложник, точно, немецкий заложник. Зато мы его подлечили и узнали, где наш папенька. Где-то дальше. Идем, спасаем папу. Папа, я уже иду. Аннушка уже близко. Бежим, бежим, бежим. Ой, со спорта. Ооо, это Альберт или как его? Нужно его сейчас спасать? Так, табуляция, че там, че там? Жизнь и смерть цепелинов. Цепелины активно использовались германской армией на начальном этапе войны. В 1915 году на них было совершено более 50 налетов на Лондон. Однако, в дальнейшем вмешательство британской морской авиации сделало применение этих воздушных кораблей невыгодным. Дирижабли были очень уязвимы из-за своей аэростата, наполненного водородом. Этот газ всячески меньше воздуха, когда тот стал находкой для авиации. Но он легко воспламеняется. Одной искры достаточно для того, чтобы дирижабль начал стремительно падать. И удивительно, что из 92 применявшиеся в боевых целях цепленников 68 были уничтожены. Так, кто такой? Боже, его лицо, рассматривайте на его лицо! Это жесть! Обезображение лица. В 1918 году на всех фронтах Первой мировой насчитывалось 20 миллионов раненых. Около 70% ран было нанесено шрапнелью и лишь 1% штыками. Бойцам, получившим повреждения лица, нередко ампутировали челюсти, носы или глаза. К счастью, постепенный прогресс в сфере хирургии позволил спасти и даже подлатать немного жертв войны, получивших увечья лица или лишившихся какой-либо части тела. После окончания боевых действий таких людей насчитывалось до 200 тысяч. Ого, бедные люди. Это ж такое... Это как-то... Глаза нету. Лица прикореженные. Ужас. Война, это ужасно. Так. Отвлекаем. А мне нужно как-то по-другому его отвлечь. Как-то подальше. Я же сейчас не смогу проскочить, скорее всего. Меня поймали. Вот именно. Видите? Мне нужно было как-то в другом месте и отвлечься этого мужичка. Так, вот он идет, значит. Вот он идет. Вот он идет. Надо дождаться, пока он подальше отойдет. О. А, он вообще ушел. Не нужно теперь его трогать. Пускай себе шурует. А мы войдем пока что в эту комнатку. Какую-то бумагу вот заберем. Что там пишут? Письмо солдата. Реймс, 14 июля 1915 года. Дорогая моя Эмма, мы отступаем. Наши теперешние позиции совершенно не годятся для обороны. Не беспокойся, я по-прежнему в добром здравии. Мы собираемся оставить Реймс врагу. Это очень красивый город. Надеюсь, дома все хорошо. И ты по-прежнему преданно заботишься о наших родителях. Думаю, пленные стали вам неплохим подспорьем. Твой Зигфрид. Понял. Тут нахрен хватает рычага. Идем искать его. Идем. А, вот он. А собака. Собака, собака, собака. Собака. Я здесь становлюсь. А собака забирай. Ты легче. А я здесь буду... Девочка тут будет стоять и будет равновесие держаться. Все. Возвращайся. Возвращайся. Есть у нас теперь рычаг. Берем. Берем. Давай сюда. Молодец. Ой, ты хорошая моя собачка. Умничка. Так. Бомц. Дергаем. Вот и открылась калитка. Поехали. Куда нас перенесло теперь? По-моему, где-то с той стороны был наш... Вот он. Вот он. Я говорил. Ой, боже. Его придавило. Бог ты мой. Надо как-то активировать. Дернуть за рычаг. Чтобы подняли эту... Эту... Машину. Идем наверх. Подернем. Постараемся это дело сейчас активировать. Ага. Ага. А куда мы можем пройти? Ой. Что-то тут все ломается кругом. Только наверх есть путь. Пошли наверх. Так. Тут что? Тут дальше. Выше я не пролезу. А куда мне тут отсюда? Прыгать что ли? Нет. А, какой-то гильза. Как мне по ней кинуть чем-то? Как мне за нее зацепиться? Как мне по ней стрельнуть? Нам нужны какие-то еще предметы, чтобы это как-то дело все запустить в действие. Может, собака может чем-то помочь? А она наверх же не может залазить. Ммм. Надо, значит, еще какие-то вещи искать. Какую-то вещь, которую можно было бы бросить. Поищем. Ой. Так. Что у нас тут? А как? Ага. Банка какая-то. Бери ее, бери ее, бери. Убивай мне баночку. Умничка. Умничка. Не собака, а просто золото. Золотко, а не собака. Мы можем ее бросать. Отлично. Теперь мы наверх поднимемся. Бросим по той гильзе. Надеюсь, я попаду. Надеюсь на это. И что тогда произойдет? Гильза туда упадет. Взорвется все. Или что произойдет? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот она гильза. Бросай. Ооо. Мы разбили пол стены. Ха-ха-ха. Это нормально было. Хороший бросок. Идем. Дергаем. Поднимаем. Чик-чик-чик-чик-чик. Собака. Вытягивай. Задергай. Держу пробел. Ой. Пальцы не достают. И вытягиваем. Все. Собачка отлично сработала. Теперь идем его лечить. Как его? Альберт? Или как его зовут? Пошли, 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 пошли. Сейчас, наверное, первую помощь. Привет, красавчик. Привет, привет, привет. Лечим, лечим. Есть лекарства. Все в порядке. Как-то быстро летит все. Не успевай нажимать. Нормально. Сейчас все будет... Сейчас будешь как новенький. Так, что еще? А, вот это было. Мажем, мажем. Да что ж такое? Лечи его. Давай, лечи его. Есть. Подлечил. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что так сложно? Фу. Еле справился, кажется. Или еще не справился. Папа, где мой папа? Его увезли на самолете. Воу. Это печалька, на самом деле. Вот он, вместе с этим... Чего? Живи! Спасай его. Чего? 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 Что происходит? Почему-то она его отзывает за помощью. А ему очень плохо. А вот наши два... Два этих наших... Собака сумасшедшая бежит. Что, 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 что? Что? Мы следуем? Следуем. Ой, это обломалось. Бежим, 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 бежим. Ай! Наших друзей снова разделили. Американец и француз снова разделены. Что тебе... А, он обошел с другой стороны. Ага, он сверху бежит, а мы отсюда. Хорошо, бежим. Бежим, 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 бежим. Что, ты можешь... Как-то я могу на него переключиться? Один. Допустим, троечка. Четверочка. Четверочка. Один. Ты дергай этот рычаг. И что произойдет? Мост выдвинулся. А что я могу... Ага, я теперь этим управляю. Понял. Значит, я должен здесь дернуть? Или как? Подожди-ка, я стану сейчас вот здесь. Дергай. О! Соединил мост. Отличная работа. А, это не мост, это плотина. Мы воду убрали, и наш француз снизу прошел. Отлично, отлично. Пробрался. Теперь идем дальше. Я думал, это какой-то мост. Это, оказывается, плотина была. Это мы разбиваем. Так. Так, нам нужно как-то, наверное, гранаты перетащить сюда. Иди в норку. В норку, в норку. Ты сейчас должна гранату нам. Своровать, по идее. А теперь мы этим уже управляем. Подкрадываемся. Гранату забери. Чик. Ну, я сейчас пока не совсем понимаю, куда я нужно отнести гранату. Наверное, в норку. Отдадим сейчас американцу. То есть, через собаку мы переключаемся на двух персонажей. Так, у меня есть гранатка. Я могу тут ее где-то запустить. Я это могу разрушить? Раз... Разрушить это все дело. А ну-ка, смотрим. Получится ли разбить это? О! Получилось. То есть, мы сделали с вами все правильно, по идее. А что здесь? Собака должна рыть. Что-то найдет? Полезное. Интересненькое. Что там? Что там? Что там? Ну-ну-ну, копай, копай. Копай, солнышко. Давай-давай-давай. Я верю в тебя. Ну, доставай же. Что-то ничего пока не накапывает. Тут мы проломать ничего не можем. Нам нужно там, чтобы достало какой-то рычаг. Что-нибудь, что угодно. Ну, копай же. Копай, копай, копай. О, достало рычаг, наконец-то. А зачем? Зачем? Зачем он мне? Мне тут он не нужен. Рычаг отдаем собаке и отправляем ее обратно в норку. Чтобы она вот там пошла и рычаг вставила, наверное. Давай сюда. Ой. Теперь, теперь давай ты его отвлеки. О, я его вырубил. Я своего вырубил, походу. Не немца, своего вырубил. Так, нормально так бахнул. Теперь это вставляем рычаг и поднимаем. А американец может пройти теперь дальше. По идее. И что теперь это мне дало? Ага, он с той стороны обошел. И открыл нам эту штуковину. Открыл нам... Тьфу. Разрезал нам эту решетку. Отличная работа. Что дальше? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это что такое? Это я могу как-то крутить? Что это все значит? Есть гранаты вижу. Давай, бери гранатку. Давай, давай мне ее сюда. Пробуем наверх к этому здоровенному вентилятору... Не вентилятору, а мотору с глаз забросить ее. А ну-ка, сотри. Но рванет или не рванет? А что она не взрывается? Ага, вот, подожгли. Подожгли флаг. И что, сейчас она подожжется? Давай еще одну гранату. Давай еще одну гранатку. Что, берем гранатку. Пока она будет, короче... Пока она будет гореть? А может не стоит гранату отдать американцу? Ладно, пробуем дернуть сначала. Так. Прицелиться как-то вот так. Чтобы она подожглась. Подожди. Теперь, к примеру, обратно ее дергаем. Оно не... Ничего, оно не горит. Подожди. О, подожглось. Обратно пошло. Поехал. Бросай. О, теперь подожглось. Две, а там уже аж две гранаты. Возможно сейчас, по идее, по цепочке рвануть все. О, сработало. Все получилось. Все вышло. Возьмем гранатку на всякие пожарные и поехали дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. По идее, мы уже близко. А, вот он. А, вот он. О, это не Эмиль. Это пришли солдаты, французы. А он же... Победа была для Анны довольно горькой. Да. Тяжело раненый Карл был отправлен в лагерь для военнопленных. Барон фондорф исчез, прихватив ее отца. А Эмиль попал под трибунал как дезертир. Да. К счастью за отвагу, проявленную в Реймсе, Эмиля освободили, чтобы опять отправить на фронт. Ха. Нормально. Эмиль. Война несправедлива. Несправедлива и беспощадна. 21 февраля 1916 года. На фронте наступила зима. Вернувшиеся в строй Фредди и Эмиль были направлены в окрестности Вердена. Как и всем остальным, им пришлось бороться со стужей. Зима наступила, ребята? О, Витек. Он уже вставал на ножки и учился ходить. Хм. Милаха такой. Прикольно. О, американцы что-то зовут. Иди туда, иди туда. Все, пошел. Дон ворк. Дон, Дон твори типа. Не беспокойся. Ну, ребята, на этом серия завершается. Мы продолжим эту игру еще проходить. Ну, а пока что все. Спасибо всем за просмотр. С вами был Неломов. Мы играли Доблестные Сердца, Великая Война, Виллиант Херд, Грейт Варк. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok